Но перед тем, как возвращаться в гнездо дракона, давайте все-таки заберем свои души. Все-таки их здесь достаточно много. Теперь главное отбиться от этих... ...мракозябр. Да что ж ты будешь делать? Да... Ха-ха-ха, ну как так-то? Так, ну теперь души в более безопасном месте. Все, собираем и валим. Так, и еще человечность восстановим. Итак, гнездо дракона. Локация, которую можно практически полностью пропустить. Она, можно сказать, является такой бонусной локацией, где можно набрать различных ништячков. В основном это материалы для апгрейда. И здесь есть два варианта ее прохождения, два пути. Один из них преграждает вот этот вот засохший полый. Здесь нам понадобится ветвь. Но я все-таки люблю проходить эту локацию с другой стороны. И сейчас я вам покажу, как это сделать. Отсюда также можно увидеть вон там предмет. Сейчас мы его заберем. Ну, для этого нам нужно вернуться назад. Да, локация очень красивая. Одна из самых красивых локаций в игре. Кругом летают дрейки. Так, и здесь можно немножко поиграть в скалолаза. И давайте, наверное, с самого начала заберем предмет, который выглядел на этом уступе. Это всего лишь душа великого героя. И отсюда нельзя никак уйти, кроме как либо спрыгнуть вниз и умереть, либо воспользоваться косточкой. Но так как у нас появилось старое перо, воспользуемся им, чтобы вернуться к костру. Очень вовремя нам дали перо. Так как подобных предметов здесь лежит несколько. Что ж, поехали. Удивительно, как я все еще не стер до мяса руки. И, в принципе, можно пройти по этому мосту и закончить с этой локацией. Но мы же хотим собрать весь лут. Поэтому придется немножко помучиться. Да, здесь такие же взрывающиеся черти, как в старой крепости. И здесь у нас два варианта. Вернуться обратно, если вдруг вы передумали. Вернуться обратно к костру. И отсюда как раз можно упасть сюда вот вниз. И забрать мерцающий титанит. Да, кстати, я забыл отключиться от сети. Ну да ладно, поиграем сегодня со включенной сетью. Здесь будут вот такие мельтешить надписи игроков. Помоги. Надеюсь, что к нам не будет торгаться и отвлекать не от прохождения. И опять используем перо. Что ж, повторяемся заново. На самом деле, можно и не собирать все вот эти предметы, которые валяются на этих различных уступах, с которых невозможно выбраться. Там обычно лежит различное барахло особое и ненужное. Никаких ценных предметов там нет. Здесь, по-моему, осталось всего лишь одно такое дурацкое место. Да, здесь есть два типа вот таких противников. Одни взрываются, другие не совсем взрываются. Но зато неплохо так портят снаряжение. И здесь у нас вот такое вот импровизированное гнездо на вершине этого утеса, в котором, как ни в чем не бывало, отдыхает Дрейк. И здесь я советую не торопиться. Лучше поставить какой-нибудь лук или арбалет. И если присмотреться, то можно разглядеть еще вот этих вот взрывающихся полых. Спокойненько расстрелять их из лука. Дело в том, что когда мы только подойдем к Дрейку, они все вместе на нас нападут. И, скорее всего, от моих колец и брони ничего не останется. Да и, возможно, от меня ничего не останется. Отсюда также можно разглядеть, вон там наверху, ящерку. Ее мы тоже обязательно попытаемся убить. Так, еще один черт. Дрейк спит. И если его не тревожить, то можно спокойненько здесь собрать все аулу. Забыл. Да что, блин, я делаю? Ну да ладно. Черт, смотри. Кстати, давайте тогда, раз уже здесь столько много этих ящерок, наверное, поставим дубину, чтобы проще было их сбивать. Так, я ее поставил. Главное желательно не трогать вот эти вот яйца драконии. Так, есть здесь еще ящерка внизу. Каменького течения. Да, по-моему, здесь больше нет ящерок. Осталось только наверху. Окей, ну что ж, мы можем приступать к убийству драконов. И на самом деле, убивать бы лучше было бы отравленными катанами. Ну ладно, я уже не буду туда-сюда менять, как говорится, вошедение на переправе. И буду пытаться убить его. О! По помощи дубины. Он не такой сложный. Главное, стоять у него между ног. Захват цели лучше не ставить. Единственное, в нем сложность то, что у него достаточно много жителей. Ну давай, бей уже. Хватит уже мотаться по кругу. Что-то незамонно это. Его можно отравить, поэтому, да. Отравленная катана была бы здесь более уместна. И он дает мерцающий ситонитр, окаменевшую кость дракона, и нечто окаменевшее. В принципе, ничего такого важного. Но под ним лежало кольцо злого глаза, плюс один. Причем, что самое интересное, что мы прям такое же кольцо уже и поднимали. Кольцо злого глаза, плюс один. Так, наверное, стоит полечиться. И отсюда здесь у нас только один выход. В эту дыру. И здесь можно еще раз упасть на вот этот уступ, где лежит, по-моему, душа и... Ну, какой-то еще предмет, то ли ветвь, то ли камень фароса. Я уж точно не помню. Ну, блин, да, опять все, обратно бежать. Честно, это же нет никакого желания. Поэтому, пожалуй, я вам показал. Хотите, прыгайте. И здесь уже поинтереснее. Здесь у нас еще один дракон. И несколько ящерок. Первый убили. Различные ингредиенты для апгрейда, как обычно они дают. Что мы здесь? Камень магии. Так, и вот там наверху, да, там стоит наверху, по-моему, клирик, который будет нам немножко портить жизнь, но его можно легко дисквалифицировать, обойдя сзади. Так, главное, не нарваться вот на этих... А подрывников, твою мать! Все-таки сломал мне кольцо. Ну что ж, придется его заменить. Допустим, на кольцо солдата. Более осторожным. Так, здесь тупик, но здесь что-то лежит. Конечно, кость. Надо было сначала, наверное, клирика убить. Ну ладно. В принципе, не так много он сносит своими чудесами. Странно, он захотел полечиться, хотя, в принципе, с огромным его было все в порядке. Странное решение, но это не право. И отсюда можно спрыгнуть вниз и попробовать в падении убить эту ящерку. Неплохо получилось. Тысяча урона. Грейды, камни. Так. Есть ли здесь еще одна? Большая душа. Я слышу, что где-то есть, но это, по-моему, там. Хотя я могу ошибаться. Давайте я немножко убегу. А, нет, вот еще одна. Видимо, как она меня еще не заметила. Да, три ящерки здесь. Ну и, в принципе, можно гасить дракона. Он достает. Носим ударов. Не отходим от него далеко. Он начнет пытаться нас зажарить. Да, неплохой все-таки таргет лок. Сюда вкусить в задницу. Не получилось. И прощай. Огненная буря. Не помню, брал ли я такое заклинание ранее. Да, брал. Такое заклинание у меня уже есть. Точнее, пиромантия. Так. И здесь у нас можно пройти через эту пещеру. И вернуться на место, где мы уже были. Где мы убивали первого дракона. Только теперь можно спуститься сверху и убить. Здесь внизу ящерку. Блин, она меня впалила. Быстрее! Успел? Да, успел. Так, я слышу еще где-то ящерку. Или это ее труп? Странно. Ощущение, как будто она чужевая. Хм. Ну да ладно. Здесь кругом фантомы. Как можно видеть, желающих поиграть во вторых Драк Солс еще достаточно много. Что ж, возвращаемся дальше и... Нам нужно сюда. Сюда мы уже ходили. Там был клирик. Теперь спускаемся вниз. Локация только с первого взгляда. Кажется, запутанно. На самом деле она, в принципе, линейная. С такими небольшими ответвлениями. Золотая смола, это хорошо. Так, этот просто взрывается. Дадим ему спокойно совершить суицид. Так, здесь, по-моему, по краям ничего нет. Что здесь пишут? Роскошный вид впереди. Ну да. Роскошный вид на замок. Здесь куча различных красных пятен. Видно, что здесь часто умирали игроки. Можно даже посмотреть, каким образом они умирали. Но здесь, на самом деле, ловушка. Потому что... Да, они уже умерли. Но если быстро бежать, то здесь могут либо взорвать, либо просто скинуть вниз. Да, игра в онлайне, конечно, достаточно сильно упрощает жизнь. Различные подсказки. Ребят на крови. Который может сориентироваться, что что-то здесь не так. Да-да-да-да-да-да. Вот она тоже. Очень хитрая ловушка. Отвлекаешься на предмет. Тут выбегает... Толпа этих... Достала меня взрывная волна, и... Мой весь доспех развалился в чертях. Окей, давай переоденемся. Остаемся от Аллы. Разве что, наверное, маску оставим вора. Пусть хоть она и сломана, но... Эпидемия нужно соблюдать. Карантинные меры. Старучие самоцветы. Так, больше здесь никого не осталось. И туда мы еще попадем. Хотя это и совершенно бесполезно. И здесь у нас третий дрейк, и, по-моему, заключительный. Но перед тем, как опять же убивать, нужно поставить желательно лук. Кстати, у меня практически сломалась дубина. Надо бы ее подчинить, наверное. Снимаем этого снайпера. Так, а еще? Еще один на горе стоит. Так... Где-то еще я... А, мол, что-то... Замаскировался под свет горы. Так, давайте заберемся наверх, глянем сверху. Еще один заныкался. Так, и вроде все. Нам только убрать лук, а то и так тяжелый. Кстати, ну ладно. В принципе, это кольцо защищает от огня. Здесь можно подгореть. А, да, и ящерка, которую я одну благополучно пропустил. Ау, я забыл поставить двуручный хват, и, похоже, я пропустил и вторую. Вторую все-таки успел. Ничего страшного. У меня и так достаточно титанита. Возвращаться, конечно же, я в костру уже не буду. Что-то у нас... Камень темной ночи. Слушай, поаккуратнее. Зуб дракона! И этот зуб дракона мы уже тоже ранее подбирали. Вообще, конечно, странные предметы дают в этой локации. Все эти предметы мы уже собирали ранее. О, еще одна ящерка. Достаточно слепая ящерка. Что здесь написано? Осторожно, монстр не вышло. Ну да, если сломать эти яйца, то дракон проснется и... И, по-моему, начнет даже дышать сюда огнем. Давайте его убьем тоже. Соблюдаем тактику. Давай, топ-ты-га. Топчись. Отъехал. Кварцевое кольцо огня плюс два. Вот это уже поинтереснее. Плюс два у меня не было. Давайте его и поставим. Камень разрядов. Душа от важного воина. И в эти дыры... Лучше не падать. Это слишком высоко и больно. Туда можно спуститься более цивилизованным способом. Так, показалось, здесь есть проход. Так, где тут спуск-то? Здесь. Если упасть, здесь еще и можно опороться найти подрывников. Стой! Успел. На кончике дубины ее зацепить. И вот, в принципе, мы практически прошли эту локацию. Здесь как раз вот мы вышли с другой стороны. Не вижу никакого смысла сейчас уже тратить ароматную ветвь былого. Хотя, возможно, этот полый может что-то и дать. Я уже не помню. По-моему, ни черта хорошего не дает. Ну, давайте, ладно. Здесь, по-моему, все равно... ...в всей игре хватает ветвей, чтобы разморозить всех этих полых и других тварей. Итак, здесь остался всего лишь один проход, в котором реально могут надрать задницу. И у меня, к сожалению, нет порошка для починки. Ну что ж, давайте поставим катаны. Хотя нет, давайте лучше поставим катану и какой-нибудь баклер. Здесь нам предстоит сейчас достаточно сложный бой. Потому что самое смешное, что этот бой абсолютно бесполезный. И к тому же нам еще и придется яйца сломать. Что мне очень бы хотелось сделать. Это нам еще может таукнется немножко позже. Ну что ж, давайте попробуем. Боюсь, что у меня с первого раза может не получиться. Попробуем попарировать. Я еще и перегруженный. Это вообще отвратительно. Давайте вот в виде риту. Может, фехтовальщица. Может, ее скинуть можно? Есть. Сюда. Фехтовальщица Шерон. Он, конечно, у меня не слабый. Да, сама еще проблема в том, что место тут, конечно, не самое удачное для дуэлей. Хотя, в принципе, для нее, наверное, удачное. С ее быстрыми атаками. Ну давай уже бей. Вот, блин. Я бью, и она бьет. О, нет, 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 нет. Ну что ж такое-то. Чуть-чуть же оставалось-то. Да. Набираться на нее не так уж далеко. Главное, на комнате не подорваться. Так, и... Я вот даже не знаю. Наверное, поставим просто катану в две руки. Подбираешься. Сюда забежал. Так. Так, можно ли здесь как-то пройти, не сломав яйца? Нет. Небя. Не пролажу я. Совершенно толстая у меня женщина. Нет, не ломай мне, Эквип. Куда ты побежал? Умри. Ну давай, выйди сюда. На мосту с тобой это вообще жизнь. Там одна комба. Больше половины жизни. Ах да. Тягота на двойноручном хвате не делает выпады. Жизни уже маловато. И выпить. Ой, что ж я сделал такое страшное. Лучше одноручный хват сделать. Даже два удара не дает ряд сделать. Спасибо. О-о-о, лети. Да, есть. Чиху-чиху, блин, ну я-то куда, зачем? Мне не надо было лететь. Ну, зато я получил человечность. Жалко, у меня не было никого парашюта. Главное, что мы ее убили. Я надеюсь, что нам засчитали ее убийством, но, скорее всего, засчитали. Так, ладно, может взрываться. Ахи тушеночки. И что самое обидное, это то, что этот бой был абсолютно бесполезен. Здесь просто ничего нет. Мы поблагодарим в то самое место, где... Помните эту пещеру с засадой? Так вот, это вот мы зашли с другой стороны в эту пещеру. Спрашивается, на кой черт? Не знаю. Просто так. Нет, ну просто если бы мы, в принципе, проходили эту локацию с другой стороны, то в этом был бы, конечно, больший смысл. Уже было просто предотвратить эту ловушку и проходить дальше. Ну, такое себе. Ладно, возвращаемся. Костру. И я, пожалуй, на все-таки сгоняю Маджулу. Хватит уже бегать. С огромным количеством душ. Так, новый уровень. Давайте-ка мы прокачаем жизнь. Я думаю, что я сейчас буду просто тупо качать жизнь, пока у меня ее не будет. Пятьдесят. Это самое оптимальное число. Дальше просто, в принципе, не нужно. И давайте-ка еще сгоняем кошечки. Давно мы у нее не были. Возможно, она нам скажет кое-что новое. Так, где? Ну, в общем, она рассказала нам о кое-каком существе, которое мы в скором времени встретим. Так, и давайте починим еще кое-каком. Незавну броню. Вернемся взад. Возвращаемся обратно в гнезда. Ну и с гнездами пора уже заканчивать. Вот так вот. Очень эффектный мост. И если бы мы ломали яйца, то Дрэки были бы не очень счастливы меня видеть и сломали бы мост, сбросив меня в обрыв В этом тоже ничего не страшного, пришлось просто повторно еще раз добежать, мост бы все равно восстановился Встреча с этим существом, которое теперь не хочет даже полностью вылазить, но потому что скорее всего здесь просто нет для него места Дрэки был бы не очень, что это Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Здесь нужно совершить прыжок. В принципе, не такой уж далекий. Поверим. Большой топор Драконьего Стража и большой щит Драконьего Стража. Ну что ж, давайте прочтем. Невероятно прочный черный, как смоль топор. Исполинские войны денно и нощно хранят покой обители и храма, пропуская внутрь лишь достойных этой чести. И большой щит имеет такое же описание. И как раз вот по этой лестнице нам и нужно. Здесь нам предстоит еще один рыцарь, только уже с двуручным мечом. И он, наверное, по-моему, самый простой из всех. Да, самый простой, который он сейчас надерет на зубу. Давайте сидим в человечность. А то я как-то неважно выгляжу. Привет. Послать солнце. Не хочет. Открываем дверь. А здесь у нас... Да, это у нас путь. Путь к огромному существу. Но давайте-ка еще сходим в одно место. Здесь пройти по мостику. Столько крови. Сундук. Ну, это... Блин, я хотел на кровь нажать. Ну ладно. Это все равно не мой. Кусок титанита. Здесь можно призвать Робко Рея. Ну, это абсолютно ненужный призыв. Так, а здесь у нас еще один рыцарь. А вот этот рыцарь, по-моему, самый сложный из всех. Благодаря вот этому его огромному щиту... Оу. По нему очень проблемно попасть. Ох, ну слабо у нас дубина. Ну, у него есть одна слабость. От него можно убегать. Этот проход, куда он просто не может пролезть физически. Что здесь написано? Вослай в солнце. Да, вослай в лужи. Финя. Солнечная трава. Различный хлам. Ну, самое главное находится здесь. Да, это третье кольцо дракона. Ну, и это еще не самое главное. Хотя третье кольцо дракона очень классное кольцо. Одно, наверное, из самых лучших колец в Dark Souls 2. Особенно в PvP. Да и вообще. Да, и здесь нас ждет Вилард, коготь дракона. Этот фантом, кстати, очень простой. Даже необязательно убивать его дубиной. Он достаточно медленный. Да, ну, зато он пьет Эстус. Сранец. Его, по-моему, так же легко станет. В общем, никчемный фантом. И здесь у нас лежит кое-что интересное. Человеческая фигурка. Уйди. Давайте полюбуемся на это чудо. Похоже на что-то непонятное. Но это окаменевшее яйцо. Большое окаменевшее яйцо. В нем совершенно точно не осталось жизни. Яйца это сосуды, хранящие в себе саму жизнь. Они символизируют глубочайшие тайны бытия. Но что может хранить окаменевшее яйцо? Действительно, что оно может хранить? Ну, оно нам еще пригодится. Здесь есть сундук. И в котором хранится ароматная ветвь и кристально-волшебное оружие. Здесь большое волшебное оружие. Кристального не было. Усиливает оружие магии кристаллов. Мощнее, чем обычное магическое усиление. Использование кристаллов для усиления магии душ. Древний метод. Ну, да. Который, опять же, придумал Сид. Окей. И в принципе все. На этом эту локацию можно заканчивать. Осталось только делом за малым. Убить самого идиотского босса в Dark Souls 2. Хватит ли опять мне прочности, чтобы убить этого босса? Нет, еще не все, да. Еще одна дуэль, заключительная дуэль с этим драконьим стражем. И он достаточно прочный. Он прочный, но он идет. Можно закатываться таким образом за спину и делать ему бэкстебы. На этом достаточно много. Ладно, я выпью, чтобы на всякий случай... А то еще ближе. Да как так-то? Вот, обозвал его идиотом, а сам не лучше. Так, главное больше никого не зацепить здесь. Кто мне тогда здесь устроит очень жесткую групповую упорку? Видите, вроде как не агрится. Поговорить с ними тоже нельзя. А вот и это чудо-юдо рыбакит. Так называемый Великий Дракон. Так называемый Великий Дракон. И он нам дает очень важный предмет. Сердце пепельного тумана. И больше не хочет с нами разговаривать. Ничего внятного он нам не сказал. Единственное, что интересно, это то, что он считает себя как множественное число. Сердце пепельного тумана. Проявление пепельного тумана, полученное от Древнего Дракона. Магия Древнего Дракона позволяет погрузиться в воспоминания усопших. Ну что ж, Древний Дракон. Придется тебя убить. Но перед этим... Блин, надо закупиться порошком для починки. У меня его просто нет. Давайте поставим катаны тогда, что ли. Его, кстати, тоже, по-моему, можно отравить. Да, он не сразу у нас ниже нанести ему. Упределенное количество урона. Да, и вся тактика у босса заключается в том, чтобы стоять у него рядом с задними лапами, поочередно, желательно между двумя пальцами. И как только он начинает поднимать ногу, бежать к другой ноге и долбить по ней. Я тут недавно стримил. Возможно, кто-то застал из-за стрим и видел, как я страдал на этом боссе. Изначально пытаясь долбить его по передним лапам. Но это не прокатывает. Также здесь лучше не торопиться. Лучше не торопиться. Делать все четко, точно. Ужидать. Иначе, если совершить ошибку, он начнет взлетать и бить практически по всей площади огнем. Что нам не нужно. Прямо как вот сейчас, только сейчас он бил не по площади огнем, а дышал огнем себе в хвост. Да, и это самый детский босс. Какой фронт дарсорус. Просто реально. Очень жирный, хреновый босс. У него есть вот такие вот две тактики в основном прохождения. Это вот эта тактика, которая является, наверное, самой оптимальной. А вторая тактика это пытаться его бить и отбегать от него как можно дальше, когда он дышит огнем. Такой бой может просто затянуться с ним, я не знаю, минут, но двадцать. Ужидает какое количество у него жизни. Поэтому просто бегая между двумя ногами. Это более быстрая тактика. Единственная проблема, что у него сейчас может не хватить. Прочности моей катаны. Ну ладно, у меня еще одна. Вот от его левой ноги лучше отпрыгивать как бы заново. Начинает ебить. А вот это я могу просто окрабить в сторону. Ну что, левой ногой он бьет почему-то быстрее. Прочень правой. Вот как бы такой босс. Дает он душу гиганта и я, конечно, кость дракона. Душу гиганта мы уже находили, это уже вторая. Ну, что сказать. Зато большое количество душ дает. И в принципе отсюда уже можно спокойно лететь к костру. Ребята смотрят на меня и охреневают. Как же так? Он убил нашего дракона, которому мы поклонялись. Но при этом, не странно, меня не трогают. Ну да ладно. Валим отсюда.